Всем привет! Меня зовут Маша и я рассказываю, как продавать хендмейт за границу, а именно на сайте Etsy. И сегодня мы с вами разберем такой сайт, как erang.com. Это сайт-помощник для работы на Etsy. Думаю, что многие с вами с ним уже знакомы, а те, кто не знакомы, узнают о нем и, думаю, информация будет очень полезна. У erang есть версия бесплатная и две платные – Basic и Pro. Мы будем разбирать, что у нас есть в бесплатной. Сегодня мы разберем дэшборд и посмотрим, как можно здесь его использовать. Здесь у нас идет информация о том, что наш магазин на 81% успешнее, чем другие магазины на Etsy. И теперь смотрим по нашим листингам информацию. Здесь показывается информация о наших активных листингах. Если мы сюда переходим, то Etsy-rank нам их покажет. Показывая дату последнего обновления, когда наш листинг истечет, общее количество просмотров, сколько тегов использовано и сколько использовано изображений. Если вы нажмете на каждый листинг, то вы в него перейдете на erang, и там уже будет по нему более детальная информация. Если что, если это будет интересно, то мы это рассмотрим позже. Дальше очень интересная есть такая у нас графа с ошибками правописания. То есть здесь будут показаны какие-то ошибки в ваших тегах в листингах, если они есть. И часто бывает, что то пропадают буквы, или какая-то буква бывает задвоена, и мы не обращаем на это внимания. Но это влияет очень сильно на поиск. Поэтому если у вас здесь будет какая-то ошибка, вы нажимаете. И erang выдаст вам список ваших листингов. Здесь у вас будут помечены теги, которые он считает, что в них есть ошибка. И предложения, как их можно исправить. Бывает такое, что используются какие-то теги, то есть вы в них уверены на 100%. Например, это какое-то узконаправленное название, или какое-то имя. Тогда вы просто нажимаете кнопку Ignore, и он больше не будет их вам здесь показывать. И удобно, что сразу показывается листинг, в котором находится эта ошибка. На него можно нажать и сразу исправить ее. Если вы исправили ошибку на Etsy, нажимаете Refresh. Он подгружает новую информацию. И после исправления покажет, что, допустим, уже ошибок у вас нет. Еще один очень важный момент и графа – это пропущенные теги. То есть мы видим, горит красным. У нас пропущены, допустим, в одном листинге у нас есть пропуски. Вы также сюда заходите и видите, в каком именно листинге у вас есть незаполненные теги. То есть у нас идет 13 тегов, которые мы можем заполнить, и здесь у нас есть ошибка. Тоже очень полезная категория такая, где тоже сразу можно перейти и в листинге все исправить. Особенно, когда у нас много листингов, и бывает за всем у нас сразу сложно уследить. Следующий пункт – пропущенные изображения. Как вы знаете, можно добавить до 10 фотографий в один листинг. Но наличие фотографий никак не влияет на поисковую выдачу, а больше может повлиять на решение клиента. То есть он видел фотографии, посмотрел, у него закрылись все вопросы, и он купил ваш товар. Поэтому, если, допустим, вы заполняете все 10 фотографий, для вас это важно, то можете проверить, где у вас они не все. Следующий раздел – это пропущенные атрибуты. Если вы смотрите мои эфиры и разборы, то я часто говорю о том, что атрибуты важно заполнять. Об этом также говорят Etsy, что это влияет на поисковую выдачу. И использование атрибутов обязательно. Поэтому здесь вы также можете проверить, в каких листингах они у вас не используются. Спортит он Etsy. Здесь он показывает отслеживание наших листингов, если вы следите за ними через функцию Monitor. Она доступна у нас в бесплатной версии. Вот здесь вот. Кто использует, я думаю, тот в курсе. Если нет, то в дальнейшем, если будет интересен разбор ЕРНК, мы до нее тоже доберемся. Здесь у нас показана та стоимость, на которую у нас сейчас выложены листинги на Etsy. Допустим, у нас там 5 товаров. То есть он умножает количество вашего товара доступного на стоимость товара среднюю. И эту сумму вычитывает. То есть это такая просто интересная информация, наверное. И здесь у нас уникальные теги, которые мы использовали. Но здесь тоже я не могу сказать, что это теги какие-то очень уникальные, да, например, Passport Cover или Passport Holder. То есть не такие уж они и уникальные. То есть по многим тоже очень большая конкуренция. Поэтому на каком основании они сюда подбираются, непонятно. Поэтому самыми важными, я считаю, использовать это правописание, пропущенные теги и пропущенные атрибуты. После видео зайдите на Ерэнк и проверьте эти пункты. Я думаю, все знают, как подключить свой магазин к Ерэнку. Если не получится, напишите в комментариях. Я запишу отдельное видео. И также, если вам интересно видео по Ерэнку, да, то пишите об этом в комментариях и ставьте реакцию. Я буду знать и продолжать снимать видео по этому сайту-помощнику. Надеюсь, информация была для вас полезна. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok